все очень понятно но очень сложно это объяснить чувствуешь как сложно объяснить это очень сложно все объяснять потому что это такой процесс ну смотри мы сейчас записываем этот подкаст ты же понимаешь что если мы это сделаем это будет очень высокая ценность это уровень высокой ценности это как бы подкаст который можно на аукционе продавать просто миллион долларов нет больше надолкни меня не языким общим вопросом а как-то ближе вспомни свой маршрут по которому ты идешь друзья приветствую всех на моем прекрасном подкасте сегодня у нас в гостях прекрасный гость с которым уже недавно записывали про как подкаст не совсем прям недавно но год назад и за этот год произошли кардинальные изменения поэтому после того как я представлю вас расскажу тему нашего подкаста привет привет всем да кто меня еще не знает замечательно сегодня я думаю будет подкаст у нас потому что вид смотри какой удивительная возможность нам представилась встретиться на таком чудесном острове записать этот подкаст да поэтому сегодня тема нашего подкаста это трансформация все знают что ты все давно уже как это уже такой прям перегоревший момент уже все думают что ты вот поправилась и потолстела что твоя жизнь уже стартары пошла вниз и так далее ну как это обычно бывает после марафонов после каких-то трансформационных штук и так далее но расскажи на самом деле что произошло что произошло одним словом как ты можешь это назвать не марафон не марафон не марафон все что угодно только не марафон и между прочим я показываю себя скажем тогда проявляю себя в соцсетях и люди до сих пор видят что я осталась форме и часто задают вопрос так что же что же это такое расскажите пожалуйста почему вам удается так долго держаться форме что за такая у вас скажем так программа по которой вы живете вот поэтому я не думаю что многие думают о том что я уже скажем так потеряла свою форму что-то изменилось потому что я регулярно скажем так себя показываю и люди видят что до сих пор все окей но самое интересное то что когда мы делали трансформацию все люди думают что мотивация для твоей трансформации то было съемка да чтобы сделать прям такой образ ла-ла-ла-ла-ла чтобы сделать обложку и все остальное но что тебе сейчас мотивирует оставаться форме Что мотивирует тебя оставаться в армии и продолжать следовать инструкциям, которые дают тебе такое прекрасное тело? Всегда быть лучше. Каждый день себя усовершенствовать и стремиться к чему-то большему. Зачем возвращаться к тому, что раньше было и то, что тебя не устраивало, когда можно дальше продолжать расти и становиться с каждым днем все выше и выше, больше и больше, прекраснее и прекраснее. Хочется задать этот вопрос, но я задам его немножко попозже. Потому что после того, как мы с тобой закончили работу, у тебя было очень много осознаний и много таких вспышек, которыми ты даже поделилась с зрителями о прошлом подкасте. Многие люди были очень благодарны, восхищались, потому что это действительно зарядило других. У меня есть мотивация сегодня, в этот день представить и показать, что происходит дальше, потому что многие люди думают, что это все наигранные вспышки, которые, знаешь, сегодня там, завтра здесь. Но у нас всегда все стабильно. Как тебе удается держать стабильность? Как тебе удается держать контроль? Желание. Желание это делать, мотивация. Мотивация продолжать этот прекрасный путь. Потому что когда ты понимаешь, насколько все может измениться и осознаешь, что ты не хочешь возвращаться в то, что было, это как двигатель твоего личного прогресса. Выступая двигателем твоего личного прогресса до и после. Я уверен, что после нашего подкаста, когда мы будем читать комментарии, будет написано, как поверить в себя, как найти свое призвание, как найти свою цель, как стать лучше и так далее. Как сделать качественную свою жизнь. И миллионы разных вопросов. Какой ты можешь дать рекомендацию для того, чтобы одним махом ответить на эти все вопросы? Что нужно изменить человеку? Почему человек ищет изменений? Я думаю, что в первую очередь нужно этого захотеть. Это нужно захотеть и нужно просто делать. Идти в унисон своим желанием. Почему многие люди, когда хотят что-то получить, они не хотят ничего делать? Значит, они не хотят ничего получить, раз они не хотят ничего сделать. На самом деле я очень часто замечаю тех людей, которые приходят ко мне в работу и не хотят мотивацию. Они действительно получают вначале мотивацию, потому что у них пустота, у них просто отсутствует мотивация. Но самое простое объяснение, почему отсутствует мотивация, это потому что человек слишком много недоделал тех задач и тех вещей, которые он должен был перед собой завершить. Там недодуманные мысли, недоделанные дела, недовведенные до конца обещания, все, что связано перед собой. И это непосредственно вызывает у человека выгорание внутреннее. И это приводит к тому, что двигатель мотивации, он постепенно перестает работать стабильно. И люди ищут стабильность, люди ищут непосредственно чудо-таблетку, которая сможет одним махом этот двигатель починить. Но чудо-таблетки, они существуют, если помнить, что они есть, они могут давать толчок для двигателя. Но в каждой чудо-таблетке есть свои побочные реакции, есть свои последствия, как и в гормонах роста, так и в анаболических стероидах, так и в зимпиках, так и в суперменторах, которые могут давать рекомендации. Только в рамках этих рекомендаций ты растешь, а дальше происходят застои и снижения. Что объединяет людей, которые постоянно стремятся получать мотивацию? И почему у них эта мотивация постоянно плавающая? Почему не может быть такого, что мотивация является стабильным инструментом получения своих целей, достижений и так далее? Ну, мне кажется, что это просто жизнь, и у каждого есть такие какие-то эмоциональные перепады, всплески, и это нормально. Иногда ты теряешь, иногда ты находишь. Просто тут главное понять и определить свою мотивацию. И когда ты придёшь вот к этому истинному, скажем так, пониманию, то, мне кажется, тебя уже вообще не остановить. Ты как поезд, который прёт по рельсам и всё. Просто многие люди, они настолько загрязнены какими-то чужими мнениями, чужими пониманиями, оброшенными какими-то информационными слоями, и очень тяжело распознать и определить, что ты действительно этого хочешь. Вот человек приходит и говорит, слушайте, я так сильно хочу похудеть, знаешь, сколько мне ребят писало? Я так, даже близких, я так хочу похудеть, скажи мне, пожалуйста, что ты делаешь? Я говорю, ну я вот, например, могу тебе дать рекомендации по еде. О, когда я пишу, о, нет, я так это как, ну совсем что ли, вот без сладкого или без каких-то гадостей и так далее. То есть человек тут же начинает сомневаться, и я понимаю, что не так-то ему это надо, вот, значит, его всё устраивает. Потому что когда мы с тобой начинали работать, ну я была максимально включена и понимала, что я хочу, я сделаю, как бы не было мне тяжело. Потому что любой двигатель прогресса, любая цель, любая конечная и конечный результат, он имеет процесс своих сложностей. То есть без этого не может быть. Для того, чтобы, скажем так, быть красивой, нужно приложить к этому какие-то усилия. Для того, чтобы быть умной, нужно приложить к этому тоже какие-то усилия. То есть всегда результат, он несёт в себе такой промежуточный процесс усилий. Сейчас я наблюдаю за тобой, вот я прям восхищаюсь тобой, потому что у тебя, я представляю, твой поезд, который раньше летел, потому что ты так хотела подняться, все равно едет тихо и стабильно. Вот даже в твоём волосе можно услышать стабильность, тихость, тихо и ровно. То есть ты едешь без шумов, без лишних шумов. Многие люди, они стремятся подниматься вверх, падать вниз. То есть в жизни тогда нестабильно. Есть такое понятие в социуме, что жизнь, она не является статичной, она всегда имеет какие-то перепады и колебания. Как ты пришла к тому, что твоя жизнь, она является стабильной, что ты идёшь по… даже в твоём волосе есть стабильность, и очень сложно это не распознать, очень сложно это не заметить. Я думаю, что если мы с тобой ещё через год запишем подкаст, у меня голос ещё более изменится, я в процессе. И каждый раз, когда я обретаю какие-то новые умения, осознание, знание, это, скажем так, позволяет успокоиться и позволяет многим вопросам найти ответы. И когда ты находишь эти ответы, естественно, к тебе приходит спокойствие. То есть когда ты понимаешь, что с тобой происходит в моменте, когда ты понимаешь, что происходит с твоей жизнью в каких-то определённых ситуациях, когда ты учишься видеть и определять, тебе становится легче, и ты успокаиваешься. Есть такой феномен, который называется недооценка бездействия. Ты прекрасно о нём знаешь, потому что ты сейчас его так обрисовала. Многим людям кажется, что если ничего не делать, то ничего не происходит. Ты сейчас чётко определил то, что часто, находясь в спокойствии, ничего не делая, можно осознать какие-то вещи, которые совершенно ты начнёшь делать завтра по-другому. Обычно, если навести какой-то такой конкретный пример, то часто есть ситуация стресса, такая прям шоковая ситуация. У кого-то случается какое-то очень трагическое событие или очень положительное какое-то эйфорическое событие, которое человек переживает. И после этого есть вот этот феномен такой, когда уже эти эмоции заканчиваются, это такое фу. И ты уже понимаешь, что выше не падёшь, потому что нервная система не пускает. А ниже падать не хочешь. И вот в этот момент ты начинаешь застревать в пространстве. То есть, по сути, время останавливается, и ты в этот момент просто начинаешь заходить в некие раздумия. И вот многим людям очень часто, мы рекомендуем делать медитации, побыть на идее собой, действительно отдыхать и так далее. И это всегда помогает. Но все люди обычно пытаются в своей жизни это отстранить. То есть, от того, что все люди живут в тревожности, тревожности такое прям поезд, в котором ты ехал раньше. Только поезд иду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Куда там остановку проехал. Ничего страшного, новая остановка будет. Там пассажиры уже кипишатся. Там кому-то нужно раньше выйти, кому-то позже. Ты такой ду-ду-ду-ду-ду-ду, надо дальше ехать. Когда ты этот поезд настраиваешь, когда ты встраиваешь этот поезд в какой-то график, от одной остановки до другой ты приезжаешь в какое-то определенное время. Значит, ты знаешь, что тебе уже нужно выехать в какой-то период, что тебе нужно выехать не позже. У тебя появляется структурность, у тебя появляется стабильность. Это мы называем обычной дисциплиной. Обычно люди воспринимают дисциплину это как? Какую-то клетку, которую закрывают на время, как марафон. Закрыли всех на время, промариновали, открыли клетку и все такие выбежали. Ну или же, допустим, есть такие центры, где, допустим, человек приезжает, он может месяц сделать какую-то реабилитацию, восстановление, или же какой-то ретрит, который перейдет его к тому, что он действительно починит свое сознание, свой разум, свое физическое тело и сможет выйти обратно, но дальше не будет знать, что делать, потому что ему не идут инструкции, он будет опять же идти по кругу. Как тебе удалось, те инструкции, которые я тебе передал, как тебе удалось дальше продолжать, следовать, чтобы твой поезд ехал с определенной дисциплиной, с определенными правилами. Я уверен, что у тебя появились собственные правила, по которым ты сейчас живешь, и правила, которые, может, они трансформировались, изменились. Как тебе удалось это сделать? Потому что это действительно очень странно, но у тебя он не есть. То есть ты к этому как-то пришла. Как тебе удалось это получить? Как тебе удалось проникнуть туда, в систему? Я увидела ценность своего поезда. О том, что мы все всегда находимся в этом огромном шуме и несёмся по каким-то стереотипам. Мы несёмся, куда нам сказали, куда нас направили, кто-то, что-то, непонятно что. И на самом деле довольно-таки сложно то, о чём ты сказала, остановиться и посидеть в тишине. Очень сложно, когда вокруг тебя настолько много шума и таких разных отвлекающих факторов. Очень тяжело найти спокойствие, очень тяжело просто остановиться, подышать, замедлиться и действительно уделить время себе. Потому что только во время таких моментов можно открыть, можно прийти к каким-то осознаниям, послушать себя, проникнуть в себя, услышать себя. И обрести вот эту вот ценность. Ценность того, что это твой поезд, и ты должна им управлять. Не кто-то другой, не кто-то со стороны, а именно ты. И ты устанавливаешь правила, как тебе жить. Ты имеешь право устанавливать эти правила и по ним жить. А имеешь право не устанавливать? Имеешь право не устанавливать. Это твой выбор. Ну, тот концепт, который ты описываешь, часто есть компании, допустим, у которых есть книжа жалоб, да? Слышно-то, как книжа жалоб это всё описывает. Или да, сейчас это выполняет Google Maps очень хорошо, там можно вписывать свои отзывы, рейтинг и так далее. То есть это как независимая система стала. Вот очень часто люди, которые имеют какой-то крупный бизнес, они не замечают просто эти... Люди пишут комментарии, то есть они пишут жалобу о том, что они хотят, чтобы было так, как оно есть. Они предполагают или рекомендуют или желают, чтобы было по-другому. Вот здесь то же самое. У нас есть поезд, у нас есть наша дисциплина. И вот тот, кто живёт в нашем теле, наше сознание, наши амбиции, которые бегут вперёд-вперёд-вперёд, иногда нужно остановиться и послушать себя, на своё тело, что твои амбиции хотят бежать быстрее, чем может бежать твоё тело. И обычно жалобы поступают с позиции здоровья. Это то, что уже можно заметить. Обычно здоровье — это то, что мы замечаем, там, жирный живот, или там поправилось лицо, или прыщи, там, покрылся человек полностью, там, акне, или что-нибудь ещё. И это звучит очень сильно похоже на эзотерику, на психосоматику, но если человек понимает базовую физиологию, то он знает, что любые поломки возникают только по одной причине — то, что ты некорректно пользуешься своим телом. То есть ты, по сути, наши амбиции живут в нашем теле, но мы не используем его корректно, потому что инструкции, как правило, не дают, к сожалению или к счастью. Может быть, иногда я считаю, что это к счастью, иногда я считаю, что-то, к сожалению. Все находимся в гонке, в постоянной гонке. И когда ты останавливаешься, когда ты обретаешь смелость остановиться, ты можешь обрести себя. Вот, потому что мы все находимся в бесконечном вот этом потоке, вот этой скорости, которую, к сожалению, определяют за нас. Да. Вот. И ты знаешь, у меня такой момент, скажем так, произошёл в моей жизни, когда моё тело остановилось, а когда и «но», мой мозг, моя ментальность и мои привычки, я не знаю, оно продолжало бежать. И продолжало, мой мозг постоянно меня закидывал. «Ксюша, нельзя! Ты просираешь время! Тебе нельзя останавливаться! Ты должна что-то делать, 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 делать!» На определенный момент я поняла, что если я буду делать, 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 то я буду разочаровываться, 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 потому что я не слышу истинных желаний своего тела, Потому что я иду на поводу каких-то стереотипов у каких-то автоматических моделей, да, принятых в этом мире, в этом пространстве. Что я должна для того, чтобы у меня что-то качественно наладилось, жизнь наладилась, чтобы я там не сдохла от голода, ещё что-то у меня там, 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 куча вопросов надо закрывать и так далее. Но при этом, когда ты делаешь и не слышишь себя, ты начинаешь себя терять. Ты просто, тебя начинает вот так вот, твой сосуд просто начинает постепенно терять, терять воду, я не знаю, как это сравнить, да, просто высыхать. И в определённый момент ты просто превращаешься в какую-то злобную тень. И происходит всё равно одно и то же. Ты лежишь, ничего не можешь делать, и тело тебе даёт время. А потом оно, да, оно просто приводит, да, оно просто приводит в определённый момент к депрессии. Если ты так не хочешь остановиться, не имеешь сил, не имеешь возможности, не имеешь знаний, да, сознаний, чтобы это сделать, но мы остановим тебя таким образом. Само себе. Само собой. Поэтому очень часто, когда люди к нам обращаются с какими-то серьёзными нарушениями, и я вот иногда, как бы это странно не звучало, я иногда таких, я таких людей очень ценю, и у них есть очень большая возможность, потому что люди, которые падают на дно, то есть у них есть там боль в животе, какая-то язва желудка открылась. Это же самая лучшая возможность для того, чтобы, то есть ты уже настолько трепетно относишься к своему организму, что ты уже там вот его прям, даже тот животик прям рукой гладит, чтобы он у тебя вылечился. Ты начинаешь верить в всё, что угодно, лишь бы избавиться от этого, потому что ты понимаешь, что дальше ты так не сможешь существовать, что есть какая-то определённая граница, там, где всё, 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 то, что ты можешь ощущать, стол, там, не знаю, пространство, оно всё закончится. И чем больше мы приближаемся к этому дну, тем больше мы начинаем ценить. То есть вера, она зависит от ценности, правильно? Ценность веры, веры, вера. Каждая жёсткая ситуация — это подсказка. Просто подсказка, что вот посмотри, смотри, что с тобой происходит, мы тебе подсказываем. Ты должна сейчас это увидеть и дальше пойти, изменить это. Любая вообще какая-то тяжёлая ситуация, жёсткая, какой-то такой момент переломный, когда тебе кажется, ну всё, настал полный пипец. На самом деле это момент, где нужно повернуть. Каждая жёсткая ситуация — это возможность, правильно? Всё это твоё сознание, поэтому все взяли ручку, записали. И вот вам одна из, просочилась одна рекомендация, которая очень осторожно пришла к нам. Расскажи, пожалуйста, как сейчас ты занимаешься спортом, насколько ты часто активно занимаешься, потому что всё равно людям, я думаю, интересно понимать. Может, ты не тренируешься уже, а может, ты тренируешься вообще там 200 тысяч раз в день, а может быть, ты уже каким-то другим видом спорта занимаешься. Но у меня тоже есть, естественно, сформировалась дисциплина, тоже правила моей личной игры, моей личной жизни. Я занимаюсь, продолжаю заниматься спортом, и спорт стал неотъемлемой частью моей жизни. Это удивительно. Ещё до знакомства с тобой, до удивительного знакомства с тобой, я кричала просто в рупор, что я никогда не буду заниматься спортом, это вообще не моё. И насколько жизнь может преподносить, насколько она изменчивая, и насколько она может преподносить совершенно новые этапы. То есть ты так вот оборачиваясь, думаешь, боже, как всё удивительно. Я не могу без спорта, я обязательно должна взаимодействовать вот таким образом со своим телом. Я хожу в спортзал, я занимаюсь, я занялась, кстати, танцами, чтобы ты понимал. И мне это очень нравится. Я вижу, что это один из инструментов, который позволяет поддерживать здоровье в моём теле. Это точно так же правильное питание, контроль с помощью дисциплины, потому что это закаляет. И когда твоя жизнь не структурирована, она совершенно по-другому протекает. То есть когда у тебя всё по плану, когда у тебя всё по полочкам, у тебя нету, скажем так, такого… Надежды на случайность. Надежды на случайность. У тебя есть просто закономерность. Я расскажу, как ты вот сейчас упомянула контроль. Чем отличается контроль от сдержанности? Чем отличается контроль от сдержанности? Это на самом деле два разных серьёзных понятия, которые обычно люди воспринимают одинаково. Контроль равно пониманию тому, что сейчас с тобой происходит. Это не давка своих эмоций, это не подавление своих эмоций, и это, скажем так, осознание того, что с тобой происходит, и возможность управлять этим, управлять то, как ты хочешь. Ты можешь на полную прожить эти эмоции и не винить себя. То есть он исключает чувство вины, контроль эмоций, да? И не винить себя за это. А можешь, скажем так, использовать определённые техники тоже, которые позволяют тебе избавиться, например, от какого-то апогея эмоций. В какой момент ты осознала, что такое контроль и сдерживание? Вот какой был твой переломный день, когда ты поняла, что, блин, точно вот он говорил об этом? Когда я научилась смотреть на них со стороны. Вот это был день. Я, конечно, тебе дату, наверное, не скажу, но когда произошло раз... Разбалансирование. Нет, разотождествление вот так, разотождествление со своими эмоциями, потому что если ранее в моём теле это было как единый организм, то сейчас у меня произошло разделение. Это эмоции, а есть я, который вижу эти эмоции, который осознаю эти эмоции. Да, я сейчас злюсь, да, я сейчас, например, радуюсь, да, у меня сейчас там что-то происходит, и я могу на них влиять. Что такое осознавать? Сегодня прям сложные вопросы тебе будут. Осознавать — это видеть, это видеть, понимать, замечать. Замечать незамечаемое, правильно? Да. Ну, если навести чёткий пример, то можно посмотреть в какую-то точку, допустим, и можно в него очень долго смотреть, но не заметить чего-то особенного. Допустим, если смотреть на дерево, можешь сказать, что вот красивое дерево, а пересмотреть там на дереве, сидит птица, ты такой, птица, точно. То есть пересмотрелся, это значит свой фокус, который тебя ограничен твоими мыслями, ты его перенаправил в другую точку, путём Центр награды и удовольствия это определил, там что-то интересное, и ты, соответственно, туда весь фокус направил. И мы можем, по сути, управлять этим фокусом, но не каждый человек умеет управлять этим фокусом, так же, как в поезде. Вот в целом поезд едет и едет, вот всё вроде бы неплохо. Но когда мы замечаем, что он едет и может ехать лучше, то есть когда мы слышим крики нашего тела или крики, если мы говорим про поезд, людей, которые едут в этом поезде, мы можем понимать, что можно как-то перестроить, можно поставить график, что мы видим, что организм дает какой-то сбой, у тебя нарушился сон, и ты можешь сказать, что сон плохой, всё плохой сон, определили. И ищем лечение, ищем сонолога, ищем эндокринолога, ищем кого-нибудь ещё там, друзей, у которых тоже нарушен сон, какие они там таблетки принимают определять. Ну или же мы понимаем, что сон нарушен, потому что ты много думаешь перед сном, или же ты делаешь там е, но сна перед сном, то есть ты лежишь в кровати, ешь пирожное, а твой мозг думает, а чего бы мне сегодня, в чём не спать? Давай пирожное сейчас покушаем. И ты начинаешь есть пирожное, не можешь уснуть, потому что ты переел, у тебя глюкоза поднялась в крови, потом тебе захотелось мыслить, потом тебе захотелось половой активности, потом тебе захотелось уже поработать, а потом тебе пора уже спать, один час, а ты просыпаешься, такой думаешь, «Блин, почему я не выспался?» И начинаешь обвинять все, что происходило с тобой, но ни в коем случае даже не задумываешься о том, что ты не организовал свой сон. С тобой как «свою жизнь, ее нужно организовать». То есть такое выражение. Выражение, когда нужно организовать свою жизнь, самостоятельно организовать свою дисциплину и организовать свой фундамент перед тем, как строить дом. И когда ты начинаешь строить дом на качественном фундаменте, то какой бы ты дом ни построил, он будет качественным. Вот мы с тобой, допустим, выстроили фундамент. Первый этап был. Сейчас уже чувствую, что коробка уже более-менее становится стабильной. Прежде чем сформировать эту коробку, ты ее определил в дизайн для своего дома, для того, чтобы у тебя была мотивация вообще его строить. Теперь ты собираешь эту коробку. Мы не будем никому рассказывать, что будет внутри этой коробки, из чего будет состоять вся конструкция, но этот дом достаточно высокий. Что тебя мотивирует смотреть высоко? Потому что сегодня, когда мы бизнес-подкаст начали записывать, ты говоришь, что мне сказать, что мне сказать? Ну, расскажи про свой путь. Ты такая, можно посмотреть вверх, вот посмотрите вверх, вот туда. Как посмотреть вверх? Поднять голову, посмотреть вверх. Мне кажется, посмотреть вверх — это, получается, посмотреть на себя. Я не знаю, вот просто вокруг столько всего лишнего. И для того, чтобы увидеть свою самоценность, да, себя, нужно просто поднять голову и просто посмотреть, чтобы в поле твоего зрения не было ничего, то, что тебя отвлекает от себя самой. Ты знаешь, ты пока сейчас рассказывал, мне пришла такая интересная мысль. Ведь мы себя всю жизнь воспитываем, на самом деле. Воспитывать себя нужно всю жизнь. Мы не должны останавливаться на воспитании наших родителей, нас самих. Потому что, по сути, они передают нам свои какие-то моменты, осознание, правила, ещё что-то. Но для того, чтобы услышать себя, ты должен воспитать себя сам. Я очень часто наблюдаю за тем, когда ты сейчас сказала про того, чтобы поднять голову и воспитать себя сам. Потому что раз в детстве вспоминается, я люблю наблюдать за людьми. И какое-то время у меня было, когда я наблюдал за детьми. Есть дети, которые смотрят в одну точку. И очень часто родители не дают им возможность смотреть в одну точку. Они говорят, что ты смотришь? Иди и играй там с детьми. Это уже исходная наша функция. То есть посмотреть вверх — это символ. Ходить по воде, да? Такой же символ. Посмотреть в одну точку для чего? Для того, чтобы, когда ты смотришь в одну точку, ты просто тренируешь свой фокус. Смотря в одну точку, ты тренируешь фокус. Это может выглядеть как сумасшествие. Но с другой стороны, делать одно и то же, ожидать другой результат — это тоже сумасшествие. Но почему-то это никого не удивляет. Больше удивляет людей смотреть в одну точку или сидеть в медитации. То есть это их удивляет, потому что кажется, что они тратят время. Так вот, наблюдая за одной точкой, мы тренируем фокус. Это то, что я рассказывал. Смотреть на дерево и заметить, допустим, птицу или не заметить. Какая вероятность, что ты ее заметишь, если ты будешь смотреть на нее в какой-то части своего внимания? Очень низкая вероятность. А что, если ты осознаешь, что у тебя может быть больше внимания, сможешь присмотреться? А что, если ты сможешь присмотреться, присмотреться? То есть, возможно, ты на птице увидишь какое-то интересное пятно, допустим. Ну, это как пример, это образ. Но, по сути, точно так же свои цели. Можно определить на свою цель просто как на получение, достижение средств, да? Или можно определить на свою форму как получение красивой обложки. Но если взглянуть немножко глубже, я всегда говорю, что когда ко мне человек обращается, я говорю, что стоит за этой обложкой, что тебе нужно, что ты хочешь? Человек говорит, ну, хочу быть вот там прямо вот такое, но зачем оно тебе нужно? Ну, как зачем? Чтобы быть здоровым. Мне кажется, я тебе точно так же вначале ответила. Конечно, ты имеешь, и каждый человек имеет это право, потому что то, что ты говорила, что это мы, нас обременяют вот эти стереотипы и тренды. Тренды, стереотипы. И при том, что, ты понимаешь, они какие? Они тебя постоянно заземляют и приземляют. У тебя, то есть никто не заинтересован в том, чтобы ты стал масштабным, чтобы ты научился видеть себя, смотреть туда, строить грандиозные планы, создавать их и реализовывать их. Никто в этом не заинтересован. Вот это вот всё, вот этот вот весь шум, он как препятствие. Препятствие, которое рождает тебя в целе. Да, потому что оно всё наполнено всегда страхом. Оно всё ограничениями наполнено. Вот эта зашлакованность, по своему опыту скажу, она настолько мешает чистому этому мышлению. Она настолько разучила нас мечтать и ставить перед собой какие-то невероятные цели, я не знаю, даже мысли допускать. Что это просто максимально может отравлять чистоту твоего я, я не знаю, твоей силы, твоих умений, твоей мощи. Я верю, что каждый человек, я знаю, что каждый человек на этой земле уникальный. Вот просто кому-то удаётся открыть свою уникальность, а кто-то продолжает вот так вот сидеть и думать, ну ладно, хорошо, если мне сказали, что мне когда-то моя бабушка сказала, ой, Ксюнечка, ну что ты там повыдумывала себе? Ведь лучше сидеть в банке и получать какую-то стабильную заработную плату, чем ты там же какие-то себе выдумала актёрские мечты, это всё ерунда и так далее. Но я понимаю, что она в этом не виновата. На неё точно так же влиял этот шум, вот эта стереотипность, всё, что окружает. Ну в рамках её масштабности она хотела для тебя большего, то есть она для тебя хотела лучшего, в рамках того, что ей было лучше. Рамки масштабности, вот. А масштабности нам бывают очень разные. И никто в твоей масштабности, кроме тебя самого, не заинтересован. Вопрос очень интересный сейчас будет, очень интересно, его нужно прислушаться. Как контролировать свой страх? Потому что многие люди хотят спросить, как побороть свой страх? Но это некорректный вопрос, с ним бороться не нужно. Как контролировать свой страх? Как тебе удаётся контролировать свой страх? Есть разные виды страха. Есть надуманный страх, который может прийти, я не знаю, связанный с твоим прошлым опытом или с какими-то там фантазиями, которые в принципе основываются на прошлом опыте. А есть, скажем так, страх, но автоматически, который в принципе срабатывает при каких-то экстренных ситуациях. И, скажем так, это защитная реакция твоего организма, это нормально. А вот то, что мы всегда надумываем, в 99% когда ты проходишь этот портал страха и оборачиваешься, ты понимаешь, что это просто иллюзия. Вот такой. А он на самом деле вот такой. Обрати внимание, когда я задал тебе вопрос, как контролировать страх, в этом уже есть по сути ответ. Когда ты спрашиваешь... Контролировать. Да, как контролировать страх. Ты уже начал рассказывать то, что тут есть страх, и за ним нужно смотреть, потому что это может быть страх, что тебе сует машина, а может быть страх, что что-то случится, чего у тебя ещё не случилось и никогда не случится. И когда ты контролируешься, ты понимаешь, что это страх, который почти в этом просто получит, а ты такой... Нет. А, вот это не... Этого не произойдёт. Не сегодня. Давай. И цепочка этого страха, на самом деле, вот в моей жизни, она настолько интересна, я её теперь начала всегда видеть, когда кто-то начинает забрасывать какими-то вот... Вот если твой ребёнок не будет учиться или ещё что-то, вот он вырастет таким, и всё будет плохо, и всё будет... Ну, то есть, понимаешь, мы формируем люди вокруг тебя. Насколько важно окружение, которое мыслит позитивно. Это безумно важная история, потому что забросать вот так вот камнями тебя может на самом деле каждый. И если ты позволишь поверить, мы же просто верим в это, что нам говорят. Присваиваем это себе, и это становится частью нашей жизни. Но на самом деле, если мы не будем этого делать, у нас всё может быть по-другому. Вот ты сейчас сказала про окружение, я тоже наблюдаю за тобой. Ты стала очень избирательна в том, кто с тобой может общаться. И с одной стороны, может казаться, что больше рядом никого нет, но когда ты очень избирательно вносишься к тем, с кем ты можешь позволить себе общаться, не можешь позволить себе общаться с кем-то по каким-то причинам. Как можно устранить это чувство, и чувство вины, тебе было говорить, что ты там задрала нос, что ты смотришь слишком высоко. Как не чувствовать себя в этот момент виноватой перед кем-то о том, что ты имеешь право на свободу, имеешь право на свои мысли, имеешь право на свои желания и на свои эмоции, на собственные эмоции, которые не будут обременяться рамками или группой каких-то людей, которые живут по каким-то чужим принципам. Но я думаю, что если изначально я могу воссоздать такое впечатление на человека, то чуть позже, я думаю, он увидит совершенно другой результат, почему я это делаю. Люди, которые находятся под влиянием других людей, люди, которые находятся, скажем так, в темноте, они всегда изначально воспринимают негативно то, чего нет у них в жизни. Отражение. Отражение, да. И это нормально. Зачем мне ориентироваться на кого-то, когда я должна ориентироваться на себя? Ну, люди имеют это право, это осознало. Люди имеют право на негативные отзывы, на положительные отзывы, и каждому имеет место быть. Когда ты это осознаешь, ты можешь сама с помощью этого стать лучше. То есть можно этим воспользоваться и стать лучше для самой же себя, а в конечном итоге люди, которые за тобой наблюдают, вот, допустим, всех, кто-то скажет, что я задрала нос, а кто-то скажет, что я не задрала нос. У каждого своё мнение, каждый видит по-своему, у каждого свои понимания, у каждого свой мир, который, по сути, ему кто-то создал. Другое, да, влияние. Ведь что, мы приходим настолько чистые в этот мир и настолько не загрязнённые чем-то, а потом нас начинают воспитывать, а потом нам прививают какие-то мнения личные, ну, других людей, да, там, мамы, папы, бабушки и так далее. И мы постоянно обрастаем, обрастаем, обрастаем чужими мирами, чужими это. И потом мы присваиваем и говорим, что это наш мир. И на самом деле всё это, на самом деле, не так. как научиться делять семечки с шелухью? Ну, по крайней мере, опять же, научиться видеть, что тебе принадлежит, а что тебе не принадлежит. для тебя это просто для тебя это просто. Для тебя это просто. в моментах просто нужно чувствовать. И вот благодаря твоему актерскому искусству, благодаря тому, что ты часто, ну, вот, ты в сторис там что-то показываешь, ну, бывает такое, что ты что-то осознал, и вижу, что там уже выплюнуло, так рассказала, 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 потом понимаешь, что, блин, у нас же непонятно ничего на уровне ощущений. Вот это, на самом деле, глобальная трудность, наверное, задача, которая имеет очень сложное решение донести социуму какую-то информацию, но очень важно понимать, кому это нужно. Потому что люди, которые смотрели до этого подкаст, я уверен, что 98%, может быть, даже 99% думали, ну, да, сейчас она там еще топчик, сейчас она все там чуть-чуть погорит, звездочка вот здесь. Потом эта звездочка перегорит, и все, и будем за кем-то другим наблюдать. Так вот, его просто показывает то, что звездочка только, то есть в тот момент была вот такая звездочка, вот такая маленькая-маленькая, но которая горела просто ярко-ярко. И за этот период яркость твоей звезды, она зависит от его масштаба, массивности. Помнишь, я-то часто упоминал этот феномен масштаб мышления, да? Когда тебе первый раз сказал, ты, наверное, такое, оно сразу приземляет тебе, сразу на место тебя ставит, и ты сразу понимаешь, да, да, вот этот рост, вот это обременение, и ты сейчас чувствуешь, ты сейчас не кричишь о том, что у тебя есть. То есть у тебя нет крика, потому что у тебя все есть. Правильно? Что ты имеешь в виду? Все. Все, что тебе нужно, все, к чему ты, твоя цель, к которой ты идешь, это уже твоя мечта, и это твой путь, к которому ты идешь. Обычно люди кричат только тогда, когда они имеют, да, если мы возьмем обычный маркетинг, покупайте вот это, там покупайте вот это, вот это, вот это, все будет сделать вас лучше и так далее. То есть они от безисходности это делают. Но в твоем случае, ты сейчас, в моих глазах, потому что я за тобой постоянно наблюдаю, у тебя идет рост этой звезды, и чем больше рост, тем меньше свечения. То есть ты не так светишь, потому что ты знаешь, что тебе нужно светить только туда, куда тебя просят светить, но ты не светишь туда, куда тебе не нужно светить. Для тех, кто хочет этого свечения, которые, люди, которые захотят, чтобы я поделилась. Ну сейчас захотеть нужно в момент, когда у тебя была первая трансформация, и все люди кричали, писали тебе, давай какие-то марафоны там сделай, давай, 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 давай сделай. А сейчас вот уровень уже твоей личности нужно захотеть, чтобы ты захотела передать что-то, потому что тот уровень, который ты уже обрела, ты уже чувствуешь достоинство, правильно? То есть это уровень достоинства, который, чтобы что-то тебя сейчас получить, нужно хотя бы это заслужить. То есть нужно понимать, что это как бы соответствует минуте твоего внимания, чтобы ты это передала. Потому что и это есть твой уровень статуса, тот, который у тебя сейчас есть. Но это только начало. Только, опять же, начало, потому что уровень звезды с каждым водом растет. И это не та звезда, про которую все говорят, что ты зазвездилась. Зазвездилась — это когда ты вот такая маленькая звездочка, и когда ты пытаешься быть тем, кем ты не есть на самом деле, и пытаешься только свои лучи прям повсюду распространять. Но на самом деле это никто. В любой момент большая звезда на тебя просто направится, и все начнет расслабиваться. Это называется кумир. То есть когда есть у человека кумир какой-то, мы его просто направляем в нужное место. И, соответственно, все люди так... Ты знаешь, ты сейчас говоришь, что у меня такая ассоциация интересная. Это когда маленький ребенок рождается, когда он еще максимально чистый, когда он пребывает в себе, я, да, я... Посмотри, какую реакцию он вызывает. Ты всегда подойдешь и скажешь, «Боже, это же что-то!» А он ничего не делает. Он просто есть. Он не оброс еще ролями, масками, какой-то пылью. А он просто чистый. И вот это свечение, оно и есть. И ты смотришь на него, и у тебя все переворачивается на самом деле. Ты чувствуешь любовь, ты чувствуешь это свечение, ты чувствуешь что-то неподдельное, когда ты смотришь на маленького ребенка, который еще совершенно чистый и ничем не обремененный. Ты не ищешь выгоду, почему ты должен к ним подойти, почему ты должен... Нет, ты вообще, да, не чистый, потому что и он не ищет от тебя никакой выгоды. Он просто есть. И он просто прекрасный. И мы все исходно были именно такими. И такими. И на самом деле мы исходно такие и есть до сих пор. Просто в этом материальном мире есть материя, которая просто в виде десяти шкур на нас, я не знаю чего, чего, мы вообще шубы такие, понимаете, чем мы обросли. Но на самом деле, если вот так вот заглядывать туда и желательно наедине с самим собой, то можно увидеть именно это свечение. Можно увидеть очень многое. Сейчас сразу нужно закрыть убеждение. А как же в этом мире жить без денег? Как же в этом мире жить без материи? И как же можно выжить без материи? Сразу этот вопрос, наверное, так, наверное, она занимается какими-то асказами, ты сейчас себя перепишешь, это уже к буддизму. Ты там не в парике слышишь, она на лысо не постриглась. И как быть в балансе? Как чувствовать себя в состоянии баланса между материальным миром, для того, чтобы не потерять свою обложку и одёжку, в которую ты перемещаешься по нём? Ну и как не перейти грань за духовность, там, где ты уже отходишь от своего тела и ты превозвышаешься над своим телом? Как находиться здесь? Ну опять же, как ты и сказал, это баланс. Потому что мы всё-таки находимся в материальном мире, и мы проходим, скажем так, такой уровень нашей жизни. Естественно, отказываться от него нельзя, и пребывать здесь без денег как бы очень скучно. Я бы сюда не прилетела, и мы бы с тобой не говорили о таких вещах, и ничего бы не было. Я думаю, что если ты правильно задействуешь в этом мире себя, то есть найдёшь своё предназначение, тогда ты сохранишь и своё свечение, и, скажем так, полностью будешь в балансе с материальным миром. И обычно это сделать всегда очень сложно, потому что люди ищут крайности. То есть так, как мы с тобой начинали, крайности, помнишь, там, сейчас поем, потом поголодаю, потом поголодаю, потом поем, а потом поголодаю, потом поем, тут заработаю миллион, тут всё, я его потрачу, тут всё потрачу для того, чтобы заработать опять миллион. И эти крайности, они сформированы тоже шаблоном, да, то есть быть успешным, быть в каких-то трендах, то есть соответствовать какому-то культу, какой-то определённой религии, трендов, который там гласит тебе о том, что ты должен что-то делать. Но при этом ты забываешь о том, кем ты есть. Поэтому как не держаться так за материю, да, помнишь, то, что я постоянно упоминаю, а что такое материя, и как её осознать можно, и как из-за неё не держаться, как балансировать между этим. Расскажи свои секреты. Это самое интересное, но самое сложное для понимания. Самое сложное для передачи информации. Ну, простыми словами, потому что между собой мы друг друга сможем понять и без слов. Как людям осознать это? Потому что тот подкаст, который мы сейчас отдадим в социум, он может стать действительно серьёзным изюмом, который подпитает людей. Они поймут вообще, что нужно делать. Когда ты открываешь дорогу к себе, материальный мир, он складывается самостоятельно. Он идёт в унисон в взаимодействии с тобой. Давай сразу этот марафон Блиновской. Надо верить в чудеса, и мы всё, всё само сложится. На самом деле, есть случайность, о которой ты сейчас сказала. Всё очень понятно, но очень сложно это объяснить. Ты чувствуешь, как сложно объяснить? Это очень сложно всё объяснять, потому что это такой процесс. Ну смотри, мы сейчас записываем этот подкаст, но ты же понимаешь, что если мы это сделаем, то это будет очень высокая ценность. Это уровень высокой ценности. Это как бы подкаст, который можно на аукционе продавать, просто миллион долларов нет больше. Надолкни меня не с каким общим вопросом, а как-то ближе. Вспомни свой маршрут, по которому ты идёшь. Нужно просто правильно использовать эту материю, из которой ты состоишь, и давать людям, скажем так, в рамках того, что ты из себя представляешь, давать людям то, что ты хочешь. То, что они хотят, точнее. Да, это очень тёплый ответ. Очень тепло. Естественно, я верю в то, что существует определённая комьюнити людей, которым нужна буду я, которым нужна именно я, и то, что я несу. Да. Вот. И тут очень важно в этом материальном мире передать эту ценность. Давай сделаем правило. Сделаем правило. Понимаешь, насколько это... Обрати внимание, ты прошла только маршрут, и тебе сложно. Понимаешь это? Понимаешь, насколько сложно это обычным людям? И передать через человеческий язык... Да. Передать через человеческий язык какие-то определённые, скажем так, правила, какие-то определённые... Подсказки. Подсказки, которые помогут людям... Да. Таблеточки, которые людям помогут сформировать свою таблетку, чудо-таблетку. Ведь что такое чудо-таблетка? Это не то, что кто-то для тебя сформировал. Это, скажем так, рецепт, который я смогу с людьми поделиться, чтобы они по этому рецепту сварили свою чудо-таблетку. Да. Вот. Мы здесь это сделали. Бринг-стурм. На подкасте был очень серьёзный бринг-стурм. Но благодаря своему опыту ты смогла это перенести. Ты смогла действительно это передать. Поэтому это прекрасно. Я думаю, что сейчас все люди вспотели. Думают, блин, надо писать. Надо писать. Ручку срочно дайте мне. Так, перенесите блокнот. И действительно, ценность. Если мы что-то делаем, то в этом должна быть какая-то ценность. Если мы что-то передаём, то в этом будет какая-то ценность. И то зерно, которое ты в себе прорастила, тот маленький такой уже зелёный такой веточка, который прорастает, оно уже превращается в огромное дерево. То есть эта звезда, она превращается в огромное дерево. И мы все ждём плоды. Потому что когда начнутся плоды, все смогут принимать эти плоды. А ты сможешь их передать. У тебя есть ценность. Я чувствую, что очень скоро ты вернёшь к тому, что ты сможешь поделиться с этим. Люди, которые ждали ранее у тебя какой-то марафон, какие-то там, дайте нам что-нибудь, дайте что-нибудь, заплати деньги, вот хочешь что-нибудь дайте нам купить, уже хочется купить что-то, но ты не хотела продавать, почему? Потому что ты понимала, что это будет не то. То есть нужно дать... Мне нужно максимально упаковать, скажем так, и максимально апгрейдить всю эту ценность, чтобы людям было это доступно, чтобы людям это было понятно, и чтобы люди понимали, что я подарю им ресурс, с помощью которого они смогут вырастить своё дерево, с которых они будут потом срывать плоды, которые будут настолько для них ценны. За каждый плод они будут благодарить даже не меня, а потом себя, и тем самым ввести ценность и в себя в том числе, и потом дальше передавать такие же знания и такие же рецепты своим детям, своим людям, скажем так, по цепочке другим людям. Распространять рецепты. Но для каждого человека он уникален всё равно. То есть это самое интересное, что одного рецепта нет, одной таблетки нет. Все хотят получить один и тот же рецепт, но... Таблетки будут у каждого разные, потому что мы все разные, уникальные, у каждого будет своя уникальная таблетка. Да, по определённой рецептуре... Персонализированная таблетка. По определённой рецептуре, да, потому что рецепт, в принципе, это удивительно, но рецепт он один, а таблеток много для каждого, потому что мы все разные, уникальные, и каждому нужна своя таблетка, но рецепт для каждого он один. Это прекрасно, потому что каждый рецепт, даже я вот, кстати, повар, может один и тот же повар готовить, наоборот, один и тот же рецепт и готовить разный повар, правильно? Да. И получится блюдо совершенно другое. Ведь даже люди борщи любят разные, кто-то любит с мясом, кто-то любит веганский, кто-то любит такой, такой, с фасолью, без фасоли, у каждого вообще свои вкусы, но по сути рецепт он один, борщ, смотри. Я понимаю, насколько это сложный продукт, я понимаю, почему ты его до сих пор не смогла выдать, потому что этот продукт, который, он должен быть, то есть как уникальный, вот Макдональдс, да, он неизменный, то есть он везде один и тот же Макдональдс, но это продукт, который никогда не сможет изменить. Это что-то такое большое, которое через этот маленький рот невозможно передать. И просто, знаешь, на уровне ощущений мне очень тяжело даже это описать этими символами, словами, но на уровне ощущений это что-то такое большое и ценное, что требует времени для того, чтобы укомплектовать в этом маленьком материальном мире. Что-то такое большое. Что-то такое надо укомплектовать вот на планете Земля. Ну, первое, хочу пожелать тебе, чтобы это реализовалось, реализовалось в рамках времени и пространства, то есть пространство это то, что ты реализуешь, время это за какой период ты это реализуешь. Хочу пожелать, чтобы оно реализовалось лучшим образом, чтобы ты не ограничивал себя во времени, не думал, что ты там не нужно быстрее это сделать или медленнее, чтобы это произошло ровно тогда, когда это будет необходимо, чтобы это произошло. Я вижу, что ты уже для этого что-то делаешь, много есть наблюдений, которые уже прям уже очень близко, но для каждого понятия близко оно свое, поэтому я даже не хочу упомянуть никакого лишнего слова, но единственное, хочу подчеркнуть, что у тебя есть что передать, и я буду очень сильно радиться тобой, когда так произойдет, потому что это будет одна из вершин, которую ты опять одолеешь. Первая вершина, это когда ты сначала одолела себя, а тут ты одолеешь то, что ты сможешь передать дальше, то есть то, чем ты уже... И одолеешь свое предназначение. Предназначение, да, потому что раскрыть себя все очень просто, потому что есть ты, есть твое тело, и ты просто себе подбираешь нужные инструкции, а предназначение это то, нужно понять, нужно проделать столько разных всяких вариантов, и ты уже, уверен, проделал тысячи разных вариантов, но ты уже понимаешь, что ты уже нацелена только на один, и это уже победа, Потому что осталось только пройти, осталось только дойти. А люди, которые сейчас это слушают, они уже понимают, что... Я, видишь, насколько сложный вопрос. Осталось написать инструкцию, Серёж. Всё будет. Правил. Ну да, книжечку такую, да, которую каждый откроет, прочитает, и каждому оно будет понятно. Поэтому спасибо большое тебе за эти инструкции. Прости, что тебя замучил такими сложными вопросами. Но я думаю, что все зрители просто впечатлены, и они будут благодарны тебе за то, что тебе удалось. И сегодня был как брейнштурм, да? У нас не было наигранного подкаста, где мы с тобой рассказывали про то, что нужно есть, или то, как нужно не есть. Потому что люди понимают все, что нужно есть, люди понимают все, что нужно делать. Но люди не понимают того, что мы сегодня рассказали. Поэтому мы от чистого сердца подарили уже какие-то подсказки, какие-то маленькие зернишки. Однажды это сложится, да, в предложении. Да, да. Однажды это сложатся в слова, а слова сложатся в предложении. Да, а предложения приведут к действиям, а действия приведут к материи, к результатам. Да. Спасибо тебе огромное. Все было очень круто. Спасибо. Ребята, вам тоже всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, можете не ставить, если не хотите. Главное, получите и примите все то, что мы вам передали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok